Сломи ее десердо кон мансана и серуэлла. Под этим цветистым испанским названием скрывается простецкая свиная вырезка с яблоками и черносливом. Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Просите вы меня частенько приготовить какое-нибудь исключительно испанское блюдо, а я старательно от этого дела открещиваюсь. Дело в том, что для того, чтобы приготовить какое-нибудь региональное блюдо, ну, то есть это блюдо, которое присуще исключительно, вот, скажем, этому региону, нужно использовать региональные продукты. Но посудите сами, если блюдо достойно запоминания многими жителями региона, значит, это чертовски вкусное блюдо. А значит, соседи этого региона обязательно также начнут его готовить, если у них будет такая возможность. Ну, то есть у них будут продукты, из которых можно это приготовить. Вот и получается, что рецепты вкусных блюд со временем расползаются по миру. И со временем становится сложно сказать, какой же из народов конкретно был автором того или иного рецепта. Поэтому узкоспециальных региональных блюд очень мало. А те, которые есть, бесполезно показывать кому бы то ни было за пределами этого региона. Ну, покажу я, допустим, вам классический арагонский мигас. Это раскрошенный хлеб, по сути хлебная крошка, обжаренная в оливковом масле с перцами, со свининой. Ну и чего? Ну, хлеб мы положим найдете. И перцы найдете, и даже вкусно оливковое масло. И ребрышки свиные тоже не проблема. Но главную вкусовую ноту в арагонском мигасе задает испанская колбаса чаризо. А эта колбаса имеет, ну, очень специфический вкус. И никакими аналогами его не заменить. Получится, ну, совершенно другое блюдо. Поэтому я сегодня вам покажу, безусловно, испанское блюдо. Однако оно вполне могло бы быть приготовлено во Франции, даже в Нарьанмаре. И никто не скажет, что такое блюдо там не могло бы появиться. Пройдем уже на рабочее место и приступим. Для него нам понадобится 2 свиных вырезки, граммов 300 копченого бекона. Подойдет как сыр и копченый, так и вареный копченый. Вкус, конечно, при использовании разных беконов будет отличаться. Но тут уж кому что нравится. Еще понадобится 1 кисло-сладкое яблоко, 1 луковица, чернослив без косточек, штук 6. А на гарнире я хочу приготовить картофельное пюре с оливковым маслом и тимьяном. Поэтому понадобится еще и тимьян. Желательно, конечно, свежий. Пахнет. Но если не найдете свежего, можно, конечно, обойтись и сушеным. Если покупаете сразу большой пучок, то неиспользованную часть можно смело замораживать. Сначала надо озаботиться начинкой, поэтому нарежу помельче. Свинина вообще, а свиная вырезка в особенности, обладают слабо выраженным собственным вкусом. Поэтому начинку я собираюсь сделать яркую. Лук надо обжарить до прозрачности на сливочном масле. Карамелизовать его смысла нет. Сладости будет достаточно и от яблок, и от чернослива. А обжаркой я сейчас удаляю острые, резкие запахи и вкусы. Как только от лука пойдет приятный сладковатый запах, значит готово. Новые зрители канала наверняка пропустили ролик, в котором я использовал этот девайс. И между тем, хоть сами выпуски и не ахти, но рецепты совершенно потрясающие. Поэтому щелкайте обязательно и смотрите. И приготовьте эти классные десерты. И просто, и быстро, и вкусно. Лук уже почти готов. Нарежу яблоко помельче. Испанцы для этого рецепта рекомендуют использовать сорт Ренет. У этого яблока нежная мякоть и характерный винно-сладкий вкус. А вот сейчас он точно готов. Отправляю к нему яблоки. Яблоком томится всего минут 15. Сразу же сюда стакан кипятка и огонь выше среднего. Пусть кипит. А я тем временем нарежу чернослив. Особенно мельчить смысла нет. Он у меня крупный, так что каждую сливу на 4 части будет нормально. И его также отправлю на сковородку к яблокам. Пусть все вместе булькает. Кстати, пора уже и духовку включать. 190 градусов. Духовка греется, начинка булькает. Подготовлю вырезку. Мне надо раскрыть каждый кусочек, как книжку. Все элементарно. Разрезаю вдоль, почти до упора. И раскрываю. И то же самое со вторым куском. Начинка, как вы поняли, у меня будет сладкая. Поэтому солю я мясо. Бекон у меня довольно соленый. Поэтому снаружи соли на мясо пойдет поменьше. А вот изнутри побольше. И, конечно же, перец. По-испански соль – это саль. А перец – пимента. Так вот, они специальный термин придумали для посолить и поперчить. Звучит это у них как сальпиментарлос. Пиментарлос, что на русский обычно переводят как приправленный. По-хорошему, если вы предпочитаете хорошо просоленное мясо, то вот именно с этого этапа надо начинать готовить. Чтобы за то время, пока начинка готовится, у вас и мясо просолилось. Но я от кисло-сладких вкусов не шарахаюсь. Для меня и начинка кисло-сладкая хороша, и соусы кисло-сладкие очень нравятся. Поэтому я солю именно сейчас. Пока подготовлюсь к сборке, мне необходимо закутать мясо в бекон. Поэтому выложу эти пластинки в форму для запекания вот такой вот елочкой. Как вы понимаете, вопрос выкладки – дело вашей фантазии и вашего вкуса. Хотите елочку, как я делаете, хотите плетенку – дело ваше. Вот сюда я и выложу один кусок. А яблоки, между тем, уже готовы. Слегка разомну их. Тут тоже вкусовщина. Можно вообще начинку в пюре превратить. А можно изначально яблоки крупнее резать и оставить кусочки целенькими. Кстати, очень неплохо будет добавить сюда пару ложек орешков. Пинии – это средиземноморская сосна или миндаля. Ну а вы вместо пинии, если есть желание, можете использовать кедровые. Отлично! А теперь всю начинку сюда. Только не спрашивайте меня, можно ли заменить кедровые грецкими или вообще грибами. Вы же для себя готовите. Вот и полагайтесь на свой вкус и свои предпочтения. Я вам показываю, как испанцы делают, а вы воспринимайте их блюда как основу для своих импровизаций. Остается только аккуратно все закрыть беконом и можно отправлять в духовку. Обратите внимание, время приготовления этого блюда зависит не только от реальной температуры вашей духовки, но и от начальной температуры мяса. Вырезка будет готова тогда, когда достигнет 66 градусов. Если вы только что достали вырезку из холодильника, то она у вас имеет температуру приблизительно плюс 5 градусов по Цельсию. А если она у вас уже полчаса, а то и больше лежит на кухне, то уже нагревалась градусов до 15, а то и до 18. Так что времени в духовке она должна провести процентов на 15 меньше. В общем, учитывайте это. Или воспользуйтесь термометром, как я. Я чуть ли не в каждом ролике вас убеждаю, что нужно приобрести этот крайне полезный девайс. По опыту использования моей духовки готово все будет минут через 30-35, поэтому я пока почищу картошку. Варится она у меня в подсоленной воде. А я тем временем подготовлю ароматизированное молоко для пюре. Обдеру листочки с тимьяна и изрублю их в пыль. Хочу их забросить в кипящее молоко. Конечно, если вы собираетесь готовое пюре съесть сразу же и точно знаете, что на следующий день ничего не останется, то можно этого и не делать. А просто выложить тимьян в готовое пюре и все. Но тогда, с большой долей вероятности, на завтра такое пюре закиснет. Добавлю кусочек сливочного масла. А если проварить зелень буквально минуту, то такое пюре уже будет стоять нормально. Да и молоко гораздо лучше аромата тимьяна наберет. Картошка сварилась, солью воду. Чем меньше воды в картошке останется, тем больше места будет для ароматного молока. Хорошенько все разомну. Напоминаю, что картошка у меня варилась в подсоленной воде, поэтому сейчас солить не понадобится. А вот теперь и молоко сюда пойдет. Запах от тимьяна совершенно одуряющий. Хотя, может, я уже просто проголодался. И теперь пахучего оливкового масла холодного отжима. Только не надо добавлять рафинированное. Масло здесь не для жирноты, а для запаха и вкуса. Надо попробовать. Отлично. Вот такое картофельное пюре с ароматным оливковым маслом мне нравится гораздо больше классического. Между тем, слышите? Главное не уронить и не обжечься. Какая красота! Теперь надо переложить это на блюдо и можно есть. Теоретически, конечно, можно было бы приготовить соус. Собрать этот сок, добавить сливок, варить до густоты, выправить солью, перцем. Но, на мой взгляд, это совершенно неоправданное усложнение. Вкусов, ароматов ярких, классных в этом блюде и без всяких соусов достаточно. Уже не терпится утащить кусок. Снимаю пробу. Сначала, конечно же, мясо. Очень сочная. Тут и соль, и сладость в начинке. Начинку надо тоже утащить. Яблоки и чернослив отлично между собой сочетаются и прекрасно подходят к свинине. И орешки здесь тоже к месту. И вот этот легкий дымок подкопченного бекона. Очень хорошо. Великолепно. Я вам рекомендую в первый раз приготовить это блюдо, ничего не меняя в рецепте. Я уверен, вам и не захочется ничего менять. Вот и все на сегодня. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Новые зрители, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. И после этого сразу же заглядывайте в плейлисты канала. Там такая куча классных рецептов. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok